Уважаемый Александр Дмитриевич, Ваше Высокое Преосвященство, Владыка Виктор, глубоко уважаемые коллеги, друзья, спасибо. Спасибо за годы непростого, сложного труда, совместного труда. Мне не стыдно, я думаю, что и вам обернуться назад, посмотреть на сделанное. Сделано действительно много, Александр Дмитриевич, спасибо за добрые слова в адрес коллектива. Они выкладывались полностью, я обращаюсь ко всем. Спасибо депутатам за понимание, мы могли спорить, мы могли не соглашаться, но мы искренне любим свою родину и все возможное делали для нее. Игорь Михайлович, вам успехов, терпения, понять и принять наш тверской характер. Он непростой, но я думаю, что он вам поможет в нелегкой работе. Дорогие друзья, берегите себя, я очень рассчитываю, и у нас была встреча с Игорем Михайловичем, что ваш профессионализм будет высоко оценен, и вы действительно командой сможете вывезти регион на новые высоты. Этого от нас ждут наши земляки, этого хотим мы. Я вас искренне уважаю. Для меня была большая честь работать с вами. До свидания. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, рад приветствовать в этом зале представителей исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления общественности. Совместными усилиями уверен, что мы сможем обеспечить выполнение поставленных задач, которые перед нами сформулировал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Приоритетом для нас будет являться улучшение социально-экономического развития региона в самое ближайшее время. В этой работе намерен опираться на тот потенциал, как уже было сказано, который сформирован в Тверской области. Руководитель государства особо отметил, что в промышленности, сельском хозяйстве у нас есть серьезные заделы, на которые мы можем опираться. Хочу подчеркнуть региону, нужно обеспечить устойчивую, позитивную динамику во всех сферах, как в социальной, так и в экономической. Для этого нам нужно действовать совместно. Рассчитываю, что ваш практический опыт всех руководителей муниципальных образований, предприятий, общественных организаций, политических партий и движений поможет нам вывести Тверскую область на качественно новый уровень развития. Нам предстоит решать очень непростые политические задачи в текущем году. Вы все знаете, что у нас предстоят выборы в этом году. От этого будет зависеть стабильное развитие и нашего региона, и страны в целом. Уважаемые коллеги, в ближайшее время мы займемся самым серьезным анализом ситуации в регионе. Буду признателен вам за конструктивные предложения, материалы, инициативы по решению задач, которые перед нами поставил президент и которые перед нами ставит сама текущая ситуация. Уверен, что в ближайшие несколько месяцев нам удастся не только актуализировать ключевые направления развития региона, которые были сформулированы и уже закреплены в программах развития и работы правительства Тверской области, но и сделать реальные шаги по их реализации. В этом зале собрались государственно мыслящие люди, которые понимают всю ответственность и сложность стоящих перед нами задач. Не сомневаюсь, что совместными усилиями мы сможем эти задачи успешно решить. Основным инструментом решения этих задач будет командный принцип работы. Особо хочу обратить внимание, что понимаю под понятием командный принцип работы. Это консолидация всех конструктивных сил субъекта. Мы, хочу, наверное, сказать, чтобы было для всех тоже понятно, мы оставляем работать правительство, мы оставляем работать тот коллектив, который уже сформирован, и в работе мы определимся, кто с нами, а какие направления нам придется усиливать. В этой связи я считаю, что развитие Тверской области должно стать нашим образом жизни. Продолжение следует...